Татьяна Досмаева. Единственная на пробеге девушка-штурман. Её экипаж женский. А бронеавтомобиль не просто плавающий. Он дважды вошёл в книгу рекордов России. На этой машине мы с женским экипажем, вдвоём с девушкой, такой же, как я, переплыли Керченский пролив. Это 15 километров. Единственная сложность, которая, наверное, была, то, что очень тяжело было переключать передачу, мы практически двоём, двумя руками её переключали. В этом году в пробеге участвуют 17 единиц боевой техники. Дорогу мужества прокладывают уже четвёртый год подряд. И всегда с участием столичных стражей порядка. Традиционно начинается пробег с минуты молчания. Этим бронепробегом мы отдаём дань памяти именно героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники московской полиции обеспечивают беспрепятственное прохождение колонны бронетехники по городу Москве, Московской области. Оказывают также помощь в организации дорожного движения в других субъектах Центрального федерального округа. В этом году пробег посвящён не только 75-летию Победы, но и 77-летию Курской битвы. Поэтому маршрут пройдёт через Тулу, Орёл, Курск, Прохоровку и Белгород. Местным жителям будет на что посмотреть. Самому старшему бронетранспортеру 63 года. БТР-40 – настоящий раритет. Его разработки велись ещё в военное время. Производство наладили в 50-е годы. Конкретно эта машина собиралась практически с нуля. Из чистого металлолома был один кузов ржавый. Всё по отдельности. Несколько доноров было, из которых собрали то, что мы сейчас видим за спиной меня. И вот он, первый километр маршрута пройден. Всего же колонне предстоит преодолеть почти полторы тысячи километров. Для современных представителей бронепробега это проще простого. Но в этом стройном ряду красавцев-тяжеловесов есть настоящие ветераны. Как они себя поведут. Участники и организаторы пробега уверяют – все машины в полной боевой готовности. Денис Бушуев, Иван Перминов, Евгений Лин, Петровка, 38. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова